Ну что, согласитесь, я правильно ролик назвал Последний турбовый Subaru Forester Да, в этом поколении, это четвертое поколение Остались еще турбовые двигатели Мне всегда было непонятно, зачем именно кроссоверу Forester турбодвигатель Это вот опять же такое же извращение, как когда турбодвигатель ставили в бизнес седаны по типу Mark II Нахрен он там не сдался, лучше бы какой-нибудь мощный V6 поставили Не вижу абсолютно необходимости в турбине, в кроссовере Здесь нужно всегда крепкий, надежный, большеобъемный атмосферник И в принципе они сами к этому тоже в итоге пришли В следующем поколении уже два с половиной в основном и гибридные версии появились Ну а в 2022 году вообще наглухо Forester задушили Оставили только гибриды и как раз вернули турбомотор Но это 1.8 из Леворга, 177 лошадиных сил всего лишь Так что этот сегодняшний наш реально настоящий турбовый Subaru Forester 280 лошадей, кстати, бывало только правильно праворульной версии У криворульных леворульных было 240 с чем-то лошадей на том же двигателе В этом поколении уже двигатель, который по неофициальным данным разработан совместно с Toyota Да, я прям почувствовал, когда я поехал, попробовал разгон Прям сразу в этом Subaru почувствовал Toyota Subaru BRZ, да, если как помните была такая модель И вот с нее началось вот это поколение двигателей Там был двигатель FB, потом из FB двигателя сделали FA Ну вот у нас FA20, уже такой, как я уже сказал, с Toyota'овскими следами Toyota'овский непосредственный впрыск в первую очередь Это то, что о нем нужно сказать То есть D4 Современный D4 это ничего особенного Тем более, если учесть, что сейчас у многих машин непосредственный впрыск Но это нам говорит только о том, что машина как бы имеет более высокую степень сжатия И очень чувствительна к качеству бензина Хотя на самом деле, если посмотреть, какой бензин у нас все заправляют А машины все равно ездят, ничего страшного с ними не случается Ну, наверное, не так уж все плохо, да, как кажется изначально И если почитать, особенно на Drive 2 есть большое сообщество форестероводов Так скажем, субароводов нового поколения, можно сказать У кого такие двигатели F, F-A или F-B Они очень часто жалуются на масложор Они очень часто жалуются на высокий расход На троение там, ну, в общем, такое Но я как начинаю вот эти отзывы читать И практически всегда выясняется, что они меняют редко масло Льют бог знает что в свои движки Это я в свой автобус могу лить Газпром 5W40, там, полусинтетику, бог знает что, да Это все-таки двигатель маленечко более чувствительный, да, к таким вещам Хотя есть такая информация, что первые года выпуска До 14-го года, у нас, кстати, 14-го года машина До 14-го года был там некоторый конструктивный просчет Но в любом случае всегда можно про эти нюансы почитать Узнать заранее и выбирать машину в соответствии с вот такими вот сведениями Их учитывая уже Да-да, национальная японская забава, слиперы такие, да, ты ездишь вроде бы на обычной машине А у тебя там турбомотор, так он один фиг в такой машине толком не поедет Вот есть же BRZ, а она без турбовых двигателей Это двухдверка, купе, спортивная машина, а в ней турбодвигателя нет Логика, да, логика Ой-ой-ой Скорей Забираемся, погреемся Я тебе, кстати, пока греемся, я тебе расскажу тут обновочку свою Между прочим, заодно и подписчиком будет И любопытно, я думаю Вещь реально хорошая Я теперь катаюсь с регистратором 70MI Dashcam Pro Plus A500S Вот такое сложное название Реально популярная марка, я вообще у многих людей это видел Но у меня еще и прикольная версия с двумя камерами Если кто не знал, 70MI это подразделение Xiaomi Китайская фирма, которая давным-давно зарекомендовала себя Регистратор, который снимает чуть ли не в 4К с двумя камерами Стоит дешевле 100 долларов в наше время В 2024 году, да? Я не шучу, реально, качество съемки HD 1944P Вы не обращайте внимания, что он у меня так небрежно висит пока что Это у меня из-за того, что все-таки потолок подвесной Хотя, здесь даже лопаточка есть в комплекте Прикиньте, чтобы удобно было пропихивать аккуратно за вот эти элементы обшивки провода Задняя камера снимает 1080p, причем она достаточно светочувствительная Чтобы видеть номера сквозь тонировку и в темноте Ее даже можно устанавливать в грузовики Не только где 12-вольтовое напряжение, а где и 24-вольтовое напряжение Отдельно можно купить кабель, который позволит запитать регистратор напрямую от аккумулятора В таком случае можно использовать спокойно датчик удара То есть, если, например, на парковке с автомобилем произойдет какое-то происшествие То чудесно все запишется, даже если машина была не запущена Модуль GPS теперь встроен в сам регистратор, а не как раньше он был в креплении Ну и, конечно, стыковка по Wi-Fi присутствует В общем, мне регистратор понравился Уверен, понравится и вам Надо брать Но не только этот факт меня разочаровывает, что у нас здесь теперь FA-20, а не EJ-20 Еще одна вещь есть У турбовых версий нет механических коробок передач Здесь вариаторная коробка И все, других вариантов не предлагается Механическая коробка у Subaru в этом поколении, наоборот, у самой младшей версии С двухлитровым атмосферником Шестиступенчатая механика стоит Какого черта? Ничего не понимаю Ведь всю жизнь была механическая коробка на Subaru Это круто Потому что именно с механической коробкой Subaru всегда делает честный 50 на 50 полный привод А теперь в турбовой версии В самой крутой версии, можно сказать У нас вариатор и полный привод Не 50 на 50 Хотя и, конечно же, слава богу О май гад, постоянный полный привод Но, конечно, стоит сказать, что вариатор здесь не такой, как в других вариаторных машинах Вариатор Subaru это совсем другая вещь Он, я бы сказал, родственный вариаторам Audi На их квадро-версиях То есть это вариатор цепной Он разработан, опять же, с немецкой компанией Вместе с немецкой компанией Luke L-UK Муфта и вариатор в одном корпусе выполнены Там 12 литров масла Цепь не тянущего принципа работы А толкающего принципа работы Сделано, вроде бы, все для того, чтобы этот вариатор был надежным Вывозил эту мощность, этот большой крутящий момент Выдерживал полный привод То есть сделано все для того, чтобы было достаточно охлаждения Достаточно смазки Поэтому, с точки зрения эксплуатации, я не буду критиковать этот вариатор Но я его откровенно покритикую с точки зрения скорости, срабатывания И вообще, во время езды Мне он не нравится Попробуем разгон, и я вам сразу все скажу Я гонять не буду У меня прокладка столько страха не впитает Да не боись, мы еще даже не начинали толком ездить Вот, пожалуйста, явно видно затупка на старте Явно видно, что не дает, не дает коробка раскрутиться Просто до максимально краснозонных значений Даже когда я попробовал режим S Ну вот, который позволяет нам переключать передачи самостоятельно А не имитированные передачи Только 6000 случается, красная зона попадает Только я собираюсь уже, вот допустим О, 6 там, сейчас, сейчас переключусь Он переключает сам Вы понимаете, что такого разгона для Форестера Ну, мне кажется, для Турбова, 280 лошадей Не совсем достаточно Все-таки 280 лошадиных сил Я здесь сразу себя поправляю Во-первых, большой кроссовер Минимум 17 диски Ну, то есть, все-таки нужно понимать Что крутить это все непросто Конечно, многие бы сказали расход, да? Но вот вы знаете, Форестер Турбова Это та самая машина Расход у нее варьируется исключительно от того, как вы ездите Просто вот еду 80 по трассе, да? И он мне показывает 17,2 километра на литре Ну, вы понимаете, да? Что можно ехать на нем экономично более-менее Хотя, не забывайте, непосредственный впрыс 98-й бензин Хотя, с другой стороны, нахрена ее покупать турбовую, если ты хочешь экономить? Либо ты не покупай такую тачку, либо не жалей деньги на бензин и обслуживание То есть, значит, в техничку тойотовцы полезли А в салон вообще не захотели лезть и не сделали подсветок возле зеркал Хорошо, что здесь их два Но вот сюда вот как раз тойотовцам было бы неплохо забраться Вот и научить маленько Субари вставлять какие-нибудь прикольные мелочевки в свои салоны Сейчас подобный Форестер стоит, ну, от двух где-то так миллионов, да? И я вот когда в него внутрь сел, я сразу понимаю, почему у нас многие люди за ту же сумму многие выбирают китайские тачки Потому что там, о, что ты, что ты, экраны, там еще что-нибудь А тут вроде бы за ту же сумму машина, да? Но она отличается очень скромным дизайном Классическая приборка с небольшим экраном бортового компьютера Кстати, второй экран вообще очень маленький Вот этот экран не стоковый, хотя сейчас уже это распространено То есть вот эти андроид-магнитолки, они причем, вот видите, со специальной рамкой Они сюда вставляются прям как будто они родные Это уже распространенная штука Но в целом все выглядит очень скромно Даже не забываем, что 2014 год автомобиль То есть сейчас, конечно, совсем последнее поколение Форестера Оно более экранистое Но опять же не особо более экранистое Не настолько уж прямо сильно В целом здесь есть все, что нужно Спокойные элегантные крутилки климат-контроля Никаких этих сенсорных панелей Я вот не люблю сенсорные детали Я люблю, чтобы было физическое все вот это Крутить, вертеть, чтобы было ощутимо все пальцами Ну это же я, да, наверное, ретроградный такой весь Мне вот, например, не понравилось, что не металлические А пластиковые лепестки могли бы быть и металлические Но это опять же такие какие-то мелочи, хотелки такие ерундовые Мне еще, знаете, я всегда обращаю внимание на какой момент У Subaru классная кожа вот в салоне Она не нежная, вот эта Я люблю вот такую вот толстую грубую кожу С ярко выраженной текстурой С жопы быка, там, какого-нибудь насиженную такую Я понимаю, конечно, что где-то там это кожа, а где-то это не кожа Но в любом случае, вот мне просто нравится, когда используется именно грубая текстура кожи А не вот нежненькая, мягенькая Мне очень нравятся подстаканники Кстати, кто не смотрел недавно выпуск про Honda Vezel Там примерно похожая система подстаканников Тоже они вот здесь посередке с зажимами Правда, там они пошли дальше, но это же все-таки Honda Там есть проваливающееся дно, здесь проваливающегося дна нет Зато дно прорезиненное Бардачок обыкновенный, стандартных размеров Конечно, обратил внимание на отсутствие какой-либо здесь дополнительной полки Удивился я, что здесь только вот такая, опять же, неглубокая полка Мне почему-то всегда казалось, что она здесь глубже Визуально она кажется глубже Но нет, она обычный прикуриватель здесь Опять же, где розетки USB в 2014 году, они уже многих были Еще один прикуриватель, но USB-шки вам придется делать самим Здесь глубоко Ну да, вот такая глубина почти по локоть Вот это нормально, вот это класс Классно расположены кнопки вот этих вот стеклоподъемников Регулировки зеркал, вот этого Они прям реально вот так вот наклонно под рукой Мне вот это прям понравилось Безопасность на уровне, все системы присутствуют И активный круиз, и помощь при подъеме, там при спуске Все, что нужно присутствует Курсовая устойчивость, куча подушек, шторки, коленные там Это все тоже есть Мне нравится, что механический ручник Ну, в общем, те, кто такие же, как я, достаточно ретроградные по характеру люди Которые любят простоту в машинах, незамороченность Те оценят, я думаю, даже маленько глянцевого пластика Вот, видимо, именно специально для таких, как я, кто любит глянцевый пластик Внешне Forester в этом поколении, в четвертом поколении, маленько поагрессивнее Кстати, в пятом поколении он еще более агрессивный Они же спера отошли, получается, от агрессивной внешности Такую пенсию какую-то сделали внешне Сейчас возвращают агрессивность У нас еще, обратите внимание, капот турбовый, тюнинговый С завода таких капотов не бывает Честный Subaru, комфорта такого прямо нету Хотя, конечно, здесь ничего особенного в подвеске нет Как и было, да, в Forester всегда, по сути, Макферсон спереди, сзади двойные рычаги Клиренс у Forester очень даже неплохой 22 сантиметра Ну, понятно, что блокировок всяких там особых нету, межколесных и прочего Но я считаю, что вот режимы полного привода вполне справились И еще мне что нравится зимой всегда преодолевать Ты явно меньше повредишь тачку в случае каких-то фейлов Потому что снежочек мягко, чистенько Смотрите, буксовали-буксовали, а вся чистенькая тачка идеальна Я прекрасно понимаю, что вот эти литры во всяких характеристиках Объема багажника ни о чем нам не говорят Но у нас есть замечательный инструмент Рулетка И, соответственно, мы сейчас покажем хорошие габариты багажника Я уже заранее знаю Подтверждается 90 сантиметров до спинок второго ряда Можно померить по ширине Здесь вот у нас, конечно, такой какой-то типа сабвуфер прицеплен Поэтому не совсем все корректно Но, тем не менее В узком месте 117 сантиметров То есть 90 в глубину, 117 в ширину Габариты универсала Ну и самое будет сейчас интересное Когда я вот этой кнопочкой положу спинки заднего сидения Ну, с этой стороны у нас загорожено Ну, пимпочкой можно, видите, два альтернативных способа есть И теперь мы получим уже полную длину Еще обращаю ваше внимание, что сидения передние максимально придвинуты назад Измеряем метр девяносто три Ну, реально габариты хорошего такого крупного универсала И что самое важное Есть запаска все-таки, ребят То есть вот видите, под крышкой сперва органайзер А под ним запаска Нормальная докатка Нормальная Тут же и там крат размещен Все по-человечески сделано Слушайте То есть все-таки в этом моменте лесник Настоящий лесник В общем, конечно, делать выводы вам Мой вывод такой, что мне машина в целом нравится Как обычно, мне не нравится только ее цена Не знаю, кто виноват в таких ценах сейчас на автомобиле Я считаю, ни один автомобиль на данный момент Не стоит столько, сколько они стоят Но в любом случае, жду ваших комментариев Жду ваше мнение Подписывайтесь на канал И всем пока